Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю тему вершины гнили томатов. И до этого я говорила о мерах борьбы с вершинкой с помощью народных средств, рассказывала о яичных скорлупках, рассказывала о золе. Народные средства, конечно, имеют свои преимущества, что они нам достаются бесплатно, они дешевые, безопасные, но все-таки для работы в огороде, чтобы применять их, нужно приложить свои усилия и как-то их, вот, например, яичную скорлупу нужно толочь и золу тоже. Но разговор о вершинной гнили был бы неполным, если бы я не рассказала о более простых методах и профилактике, и борьбы с вершинкой, то есть о применении вот таких покупных препаратов. Вот смотрите, вот у меня на столе лежит раскислитель, мягкий написано, известь гуми, это органоминеральное удобрение, то есть тут и органика, и минеральное удобрение, и хотя оно куплено в магазине, оно все равно считается натуральным, написано вот экологическое, органическое, живое земледелие для применения, то есть те люди, которые хотят выращивать натуральные овощи, они могут вот такой раскислитель применять. Но наши новички, они не только не знают, как его применять, вот сейчас вопросы уже в комментариях к видео о вершинке, как его добавлять, или его в лунку, или его рассыпать, или его что-то делать, я сейчас все вам расскажу. И так же, как у всех средств, у них есть и плюсы, и минусы, вот у таких средств. Так же, как про золу я говорила, что лучше применять или на сильно кислых, или на слабо кислых почвах, не на все почвы она идет. И вот такие раскислители, как доломитовая мука, известь пушонка, их тоже применяя, нужно действовать обдуманно и быть уверенным, что вам нужно это действие, что нужно ее вносить. Вот написано, раскисляет, оздоравливает, повышает плодородие. И сейчас более подробную о нем информацию мы прочитаем на другой стороне, потому что так же, как зола, для разных почв эта добавка, это удобрение применяется в разных количествах. Как бы его уложить, чтобы вам хотела сделать, чтобы вам тоже было видно прочитать. Ай-ай. Так немножко. Вот здесь написано назначение. А, сначала прочитаю. Удобрение известь гуми с кальцием, бором, магнием и гуми. Это очень важно, потому что здесь не только кальций, но еще бор и магний. Значит, вам не нужно уже будет вносить удобрение магний и бор. Оно уже здесь все скомплектовано. Назначение. Понижение кислотности, оздоровление почвы и повышение плодородия кислых почв. То же самое, как я рассказывала про золу, говорила, что это народное средство, используется как раскислитель. Вот это вот тоже раскислитель известный. Богатое питанием, макроэлементом, кальцием, азотом, фосфором. Это не буду читать, тут все многое. Написано всего. Вот способ применения, регламент вносить весной и осенью при перекопке или рыхлении. То есть, сейчас я весной у меня сейчас план такой. Золу буду применять в теплице, там, где мне не нужно перекапывать. Осенью уже была почва перекопана. Я буду при посадке в лунку добавлять по столовой ложке золы. На весь огород мне не хватит. Дальше в огороде я буду применять вот этот вот раскислитель и буду специально его добавлять, чтобы почва обогащалась кальцием, ну и всем остальным, конечно, но в основном кальцием, чтобы не было у меня вершинки, потому что у меня все равно почва, она немножко, у нее есть кислинка, она хоть и слабо кислая, но все равно еще кислая. Так, вот тут калий, все. При нехватке кальция и бора можно вносить раскислитель весной и летом после посадки в междуряде в жидком виде. Короче, 0,5 стакана на 5 литров, то есть стакан на ведро. Так же, как с золой, я вам говорила, что можно при посадке внести, но если вам требуется, если у вас почва сильно кислая, то вы потом еще можете золу развести раствор и полить растения. И здесь то же самое. Можно развести и между рядами полить. Грунт возьмет в себя вот этот вот раствор ваш, чем вы польете, и растения будут отсюда брать кальций. Ну и одновременно тут же и бор, и магний. И еще, вот что я хотела на что обратить внимание, что в средней полосе, на северо-западе Европы, на Урале и в Сибири, там, где годовой уровень осадков, ну это вот точно у нас, у нас сибирский регион, подойдет и к Уралу, почвы обычно кислые или слабо кислые и требуют внесения извести гуми. Но тут не обязательно извести гуми, просто прочитав вот это вот в инструкции, мы должны понять, что у нас нет идеальных почв и в Сибири, и на Урале, и на Дальнем Востоке, скорее всего, почвы почти у всех кислые, ну уж в редком случае слабо кислые, но все равно они требуют раскисления. И нормы расхода вот этого препарата, они разные. Но если вы будете покупать, вы, конечно, здесь прочитаете, что на легких почвах поменьше, а на тяжелых суглинистых побольше. И вот как раз про то же написано, про что я говорила, когда рассказывала про Золу, что косвенным показателем кислой почвы является произрастание болотных растений. Хвоща полевого, щавеля малого, лютика ползучего и подорожника. Но у нас, конечно, совсем нет болотных растений, вот хвоща полевого, щавеля малого, а я по подорожнику узнаю. Я вам говорила про подорожник. Сначала было много подорожника, сейчас осталось только там, где я не известкую, где не добавляю Золу, где не раскисляю почву. И все. Ничего сложного в этом нет. Вот смотрите, он на вид, многие думают, что известь должна быть белая. На вид он вот такой, он похож очень на Золу, но цвет темный, он только из-за того, что здесь добавлено гуминовое удобрение, гуми добавлено. А вообще есть известь, просто белая. И опять, так же как с Золой, я хочу сказать но. Но внесение вот этой извести, которая белая, она тоже должна быть как бы осторожна, потому что я везде читаю, и все говорят, что известь, она способствует вымыванию калия из почвы. И если вы добавите известь, насытите кальцием землю, калия будет мало. Придется добавлять потом калийное удобрение. Но вот здесь, как я поняла, вот этот раскислитель, который уже ну, такой он, как сказать, со всеми добавками, скорее всего, если по норме его добавлять, то все будет нормально. Тут уже все, наверное, есть. Все, вот это еще одно, один маленький такой штрих вообще к общей теме о вершинной гнили. И это мы еще не дошли, но есть еще другие, доломитовая мука, и мел, и известь пушенка, и кальциевая селитра. Но еще раз добавлю, что это только одна из причин возникновения вершинной гнили. Может быть, у вас с почвой все нормально, может быть, у вас и кальция вполне хватает, но нарушен или режим полива, или какие-то другие условия им не подходят. У этой болезни причин заболевания несколько. Ну а раскислять кислую почву и добавлять туда кальций все-таки нужно, независимо от того, есть у вас вершинка или нет. Это просто вот один из приемов, это наша такая агротехника, которую мы должны соблюдать. Состав почвы должен быть сбалансирован, там должно быть и фосфор, и калий, и кальций, и азот. Только тогда наши растения будут благодарны нам и в награду дадут большой-большой урожай. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok